всем привет сегодня мы попробуем сделать украшение из керамической массы у меня есть глина от двух производителей от кахенор и от остров сокровищ начнем с керамической массы от кахенор я уже немножко пробовалась не работать поэтому упаковка открыта для видео я вытащила пачку из пакета но знайте что после открытия упаковки массу необходимо хранить в герметичных условиях поскольку керамическая масса что от острова сокровищ что от кахенора затвердевают на воздухе сейчас я покажу что нам понадобится для создания украшений керамическую массу от острова сокровищ я пока уберу а это мы отложим я попробую сегодня сделать два вида сережек кольцо и подвеску для одного вида сережек нам понадобятся самые простые крепления такого типа для следующих сережек нам понадобится сережка основа подобие вида зажим булавка также кольцо основа и похожая подвеска кроме этого в работе пригодятся кольца размером 6 миллиметров либо 8 миллиметров если первые будут малы все заказывала на алиэкспрессе что-то дошло очень быстро буквально за две недели а что-то пришло ждать полтора месяца вместе с тем нам понадобятся различные инструменты которые тоже с алиэкспресса покажу некоторые инструменты поближе которые скорее всего пригодятся больше забыла показать шнур для подвески возможно заменю его на другой цвет разукрашивать детали буду с помощью гуаши от производителя луч и с помощью акриловых красок оставшихся после маминой картины по номерам в них мне понравились определенные оттенки таким образом получается что я сделаю два вида украшений первый из которых покрашу гуаши решила проверить данный способ поскольку на керамической массе остров сокровищ и заявлено что можно покрывать гуашью и акрилом вместе с вами узнаем насколько хорошо с гуашью будет ладить кохинор для одного из этапов нам понадобится лак я взяла матовые глянцевые лаки от фирмы куда пока еще не решила каким именно буду покрывать изделие поэтому оставлю рядом оба флакона также подготовила доску на которой буду работать она позволит не запачкать все вокруг и на ней буду раскатывать массу с помощью силиконовой скалки и так приступим для первых сережек я подготовила заготовки бумажные круги поскольку у меня нет специальных резаков от всей массы отламываю примерное количество после чего заворачиваю пакет таким образом чтобы воздух не контактировал с массой нам нужно хорошенько размять массу чтобы она стала более пластичной сделать это довольно легко а если при работе застывающей глины вы чувствуете что она начинает затвердевать добавьте капельку воды сразу не стоит добавлять воду в больших количествах для того чтобы раскатанный пласт получился одной толщины подкладываю одинаковые линейки накладываю бумажки на пласт и прохожу свой вокруг резаком края получаются кривенькие но для задуманного это не столь важно убрав бумажки заметила что на глине отпечатали следы клеток от бумаги но это не страшно остатки глины возвращаю к общей массе начинаю работать с одним из кусков а второй пока прячу в пакет чтобы не засыхал раскатываю круг и делаю на него 5 надрезов так у нас получится 5 будущих лепесточков постепенно формирую края на лепестков сужая их у края и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok После того, как завершена первая заготовка, приступаю ко второму кругляшку Можете взглянуть на мои руки в процессе работы Если вы не будете использовать перчатки, то будьте готовы к такому Но такая грязь разводится как раз из-за того, что я периодически добавляла воду Из второго пласта вырезаю кругляшки определенного размера, подходящих для металлических основ Дальше сглаживаю края, смочив палец в воде Времени для полного засыхания изделий может понадобиться по-разному В зависимости от их толщины У меня между первым и вторым этапом прошло примерно 24 часа Субтитры создавал DimaTorzok Начну с гуаши Использую плоскую силиконовую кисть На палитре смешиваю цвета до той поры, пока не получу необходимый оттенок Сначала нужно покрасить одну сторону, а после ее засыхания переходить к обратной стороне Гуашь быстро впитывается и подсыхает, поэтому этот процесс надолго не затягивается Субтитры создавал DimaTorzok После полного высыхания приступаю к прорисованию прожилок на лепестках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для середины и боковинок цветка использую смешение белого и темно-серебряного металлического акрила Субтитры создавал DimaTorzok Полный результат, первых сережек покажу позже, а пока что возьму за покраску акрилом целого комплекта украшений Акрил в отличие от гуаши сохнет дольше, поэтому буду упускать время ожидания Для первого слоя акрила я выбрала готовый оттенок из тюбика А вот потом мне захотелось придать больше тепла оттенку, поэтому разбавила зеленый цвет желтым Субтитры создавал DimaTorzok По полностью высохшему акрилу начинаю рисовать маленькие веточки кремового цвета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом прощаюсь до следующего видео, пока!